На протяжении месяца в муниципалитетах подводят итоги социально-экономического развития. Сегодня перед главой республики держали ответ власти самых дальних районов. О достижениях и предстоящих задачах в сюжете Дмитрия Ковалева. Мы сегодня завершаем поездки в муниципальное образование. Объехали практически все те муниципальные образования. С учетом комплексного анализа, оценки итогов, как мы будем дальше развивать реальный сектор экономики, как будем предоставлять качественные общественные блага жителям тех или иных населенных пунктов. Такие встречи в расширенном составе помогают определить сильные стороны и болевые точки, чтобы понять, куда стремиться дальше. Для главы администрации ключевыми задачами стали ввод в оборот залежных земель, сокращение долгов за аренду имуществом, привлечение инвесторов. Для муниципалитета эта программа – минимум, которая должна принести в бюджет немалые доходы. Доходная часть консультируется в бюджет Алатарского района на 2017 год. Исполнены в общей сумме 260 миллионов рублей, что больше достигнуто их значений прошлого года на 4%. В районе продолжают формировать комфортную среду. Только на ремонт дорог в прошлом году направили более 300 миллионов рублей. Немалую сумму в муниципалитете освоили и реализуя инициативы граждан. В муниципалитете в 2017 году приняло участие в 5 проектах. Был произведен ремонт кровли двух средних школ, здания в Калининском доме культуры. И к 1 республике в текущем году плана производить 9 проектов развития общественной структуры. В муниципалитете непростая демографическая ситуация. Рождаемость за прошлый год сократилась более чем на 20%. К решению проблемы подключились медики. Мы проводим различные школы с участием православных школ. На базе ЦРБ действуют такие школы и результаты положительные. Достаточно снижения медицинских и легальных абортов до 82. Профилактика принесет свои результаты и в последующие годы, отмечает глава региона. Еще одна расширенная встреча прошла в администрации «АллатРа». В Моногороде улучшается бизнес-климат и это оценка предпринимателей. За прошлый год в муниципалитете было реализовано десятки инвестпроектов, не без помощи субсидий. В «АллатРе» продолжается успешно действовать агентство по поддержке малого и среднего бизнеса, которое оказывает господдержку малому бизнесу. В прошедшем году услуги агентства воспользованы 41 субъект малого и среднего предпринимательства. На общую сумму 21 миллион рублей. Власти «АллатРа» продолжают наводить порядок и в сфере ЖКХ. На ближайшие годы запланированы работы по замене коммуникации и модернизации систем водоотведения. Мы чувствуем сейчас, Юрий Николаевич, взялись уже с свежей силой. И депутаты городского собрания поддерживают, выстраивают другие отношения с руководителями организаций. К местным властям шквал вопросов. Одна из волнующих тем строительства полигона ТБО в городе. Будет складирование этих биоотходов или просто отходов. После этого в настоящий момент будут контейнерами вывозиться непосредственно полигон. Или это город Канаш, или город Чебокса. Михаил Игнатьев отметил, что город должен сохранить исторический облик. Ведь это особенно привлекает гостей. «АллатР» известен как паломнический центр. Каждый год сюда приезжают тысячи верующих со всей страны. Глава республики посетила недавно открытую фотовыставку АллатРской епархии. Экспозиция завоевала большую популярность среди горожан. Тот фундамент духовно-народственных ценностей, который может быть заложен, он послужит и опорой для развития нашего государства. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.